Итак, заключительное в нынешнем году. 51-е для депутатов этого созыва. Сегодня состоялось очередное заседание регионального парламента. Народные избранники приняли ряд поправок в законодательные акты и подвели итоги своей деятельности за последние полгода. На здании областного парламента баннеры с новогодней символикой. А парламентарии и приглашенные пока сосредоточены на повестке дня. В числе вопросов предложение о создании в регионе специализированной организации по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Иначе говоря, аналог существовавшего в свое время вытрезвителя. Во-первых, это выполнение федерального закона номер 184. И все органы власти должны обеспечить безопасность людей. Мы не будем осуждать каждого человека, причины его, с которыми он сам себя привел. Но будет создаваться на бюджетные областные средства непосредственно учреждения. При этом депутаты выразили надежду, что заполняться это учреждение не будет. За основу проекта взяли опыт других регионов и требования федерального законодательства, где уже оказывают медпомощь оказавшимся в такой ситуации. Законопроект был принят большинством голосов. Не вызвали существенных споров и другие пункты повестки, связанные с внесением изменений в различные законодательные акты. Хотя без уточняющих вопросов представителям исполнительной власти не обошлось. В целом же за уходящий год парламентарии провели 18 заседаний. По словам председателя ЗАГС, депутаты внесли немало предложений, направленных на решение насущных проблем. И установили нормальные деловые отношения с исполнительной властью. Областная бюджетная политика направлена на финансирование, озноровление казны и возвращение социального оптимизма в жизнь ульяновцев. Думаю, нет такого депутата, который был бы против данного направления. Хочу сразу поблагодарить вас за то, что относитесь к обсуждению неравнодушно. И никто не может сказать, что ЗАГСобрание Ульяновской области не место для дискуссии. Хотя без элемента праздника в заключительном заседании года не обошлось. По предложению фракции КПРФ на должность заместителя председателя ЗАГСобрания был выдвинут депутат Рамиль Хакимов. Большинство кандидатуру поддержало. Так вышло, что у нового вице-спикера в этот день был день рождения. Хакимов фактически займет место экс-депутата Айрата Гебаддинова, ставшего членом Совета Федерации. Елена Тимоунина, Игорь Кранцев, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.